Итак, продолжаем обсуждать трагедию в лагере «Виктория». У нас в гостях Вадим Черный, бизнесмен. Здравствуйте, Вадим. С вами поговорим на эту тему, понимаем, что у вас есть особое мнение на этот счет. Вот. Как такое могло произойти? Вы себе дали отчет? Да, конечно. Смотрите, мэрия управляется не то чтобы как банда, а как маленький кооператив. Как мэр привык у себя в кабинете управлять, когда он был просто небольшим бизнесменом, так он в этом же режиме и управляет. Я уверен, чтобы дело было так, что кто-то пришел к мэру с вопросом, не построит ли нам вот такие классные деревянные домики. Смотри, какая классная картинка. Мэр говорит, да, классная картинка, давайте сделаем такие домики. А потом там какие-нибудь специалисты, которые, ну, в принципе, возле мэра же крутятся, взялись за голову, что нет, ни по каким нормам нельзя строить деревянные домики. Ну, как бы уже никто спорить с мэром не будет. Довольно должны, да. Никто уже с мэром спорить не будет и уже как-то все это пропустили. Хотя, на самом деле, как они это пропустили, я думаю, что они сейчас сильно откупаются от милиции, потому что это согласовать было физически невозможно. Дело в том, что это бюджетный проект, на него нужна инвестиционная экспертиза. Ну, не может инвестиционная экспертиза согласовать двухэтажное здание деревянное по нормам пожарной безопасности, не может согласовать деревянное здание вообще по сейсмике. Вадим, в этом смысле, насколько вообще информацию понимать о том, что домики на балансе у города не находились, несмотря на то, что лагерь муниципальный, мы знаем, что это был тендер, мы знаем, что после это были бюджетные средства, городского бюджета и прочее. Это неправда? Или потому что сами депутаты горсовета не очень пока тоже понимают? Причин может быть сколько угодно, включая бюджетные процессы, просто бардак. Например, может быть та причина, что просто не заложили деньги на обслуживание этого лагеря на текущий период, и поэтому договорились передать в следующем году на балансе. А может быть этого лагеря и не существует на самом деле. Тут надо кому не лень просто поковырять реестр, вводился ли он вообще в эксплуатацию. Потому что тот, кто ввел его в эксплуатацию, он сейчас должен в тюрьме уже быть, а не те девочки, которые забрали. — Итак, на ваших экранах, уважаемые телезрители, есть номер телефона нашей студии, каждый может дозвониться. Прямо сейчас у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. — Здравствуйте, меня зовут Татьяна Валентиновна, я человек пожилой уже, но в курсе стараюсь быть событий. И вот в чем я согласна, сейчас вот просто мои мысли прочитал Вадим Черный, хоть я не очень, как говорится, его приветствую. Ну, ладно, отпустим политику. Что девочка, которую арестовали, ну, вот я только подумала, что скажу сейчас, одна девочку назначают замминистра или там, а другую девочку, ну, садят в тюрьму, вы знаете, о чем я говорю. Вот, что от этой девочки зависит? Девочке сверху дана установка, и можно проводить тысячу прямых эфиров, обсуждений, всего. А суть-то одна, крадут, крали, и не знаю, что сколько лет будут красть, может, доживут, что крадут, красть будут меньше. Но теперь эти кражи и коррупция не просто игрушки, а трагедия за трагедией. Там, 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 крадут в ЖКХ, крадут в тарифах, крадут, ну, где только, что плохо лежит и неплохо. Вот, и пока будут красть, можно сколько угодно это обсуждать, а все гниет с головы, с мэрии, с президента. Я такой, в общем-то, аполитичный человек, ну, как аполитичный, есть свое мнение, но тут уже не девочку надо за уши притягивать, по-моему. Вы согласны со мной? Спасибо вам за ваш комментарий, за ваш звонок. Ну, Вадим, прокомментируйте. Согласны? Сами комментируйте своих странных зрителей. Таких зрителей, простите? Что делать по поводу того, действительно, кто должен еще, естественно, по-вашему, на подсудимых? Смотрите, с девочкой прокуратура не могла сделать иначе, потому что есть формальный состав преступления, то есть она была ответственна за пожарную безопасность, то есть понятно, что она должна быть привлечена по уголовному делу. Вот, ну, вопрос в том, что зачем ее сажать при этом, то есть всем, все же понимают, что это формальность, и можно было спокойно ограничиться тем, что объявить ей подозрение, и потихоньку там когда-то ограничиться потом условным сроком. А чего она делает в тюрьме, когда она вообще ни при чем? Кто сидеть должен? Начальник ГАСКО должен сидеть, потому что он подписал ввод в эксплуатацию, если здание вообще введено в эксплуатацию, потому что, по крайней мере, подтверждение этому не видно. Должен сидеть, естественно, глава УКСА, потому что он является заказчиком. Мэр, смотрите, мэр утверждал совершенно конкретной фразой, что мы уделяли основное внимание безопасности. Если мэр уделял внимание безопасности, то и мэру, в общем-то, неплохо уже, наконец, присоединиться к старшим товарищам и попробовать вкус тюремной баланды. Все-таки какой-то срок был украшен. Скажите, я бы все-таки хотела бы вернуться к вашим словам о странности, но что не так сказала телезрительница? Разве не коррупция корень наших многих бед? Я не в состоянии слушать то, что говорят зрители, вы уже извините. Хорошо, а коррупция? Ну вот как вы оцениваете вот этот фактор во всех процессах, которые мы видим сегодня? Это дело не в коррупции. Послушайте, ну вон, Россия ничуть не менее коррумпирована, чем Украина. Но почему-то никому не приходит в голову строить деревянные бараки для школьников. Тут вопрос не коррупции. Ты берешь взятку, хорошо, бери, на это уже все закрыли глаза. Но должен быть какой-то профессионализм. И должны быть вокруг люди, которые могут сказать, нет, что ты делаешь неправильно. А когда все ходят, не то что по струнке смирно, а бегают на одной ноге, чтобы не выпасть из кормушки, вот это и происходит. Проблема не в коррупции. В коррупции проблема в том, что украли на этом 70 миллионов, распилили. Ну да, но с этого все началось ведь. Нет, нет, смотрите. Есть две разные проблемы. Одна то, что украли 70 миллионов. Вторая, что детей засунули в спичечные коробки. Вот, то есть, эта проблема не связана. Ты хочешь украсть, ты мог построить бетонное здание, которое было бы безопасно. Как, допустим, при Матвичуке, все крали, спокойно крали. Нет, но вы же понимаете, что фирма, которая выиграла тендер, она специализируется на продаже дерева. Нет. Абсолютно логично, да. Нет, минутку, минутку. Выиграла тендер та фирма, которой сказали тендер выиграть. Вот сейчас собирались строить мост через трассу здоровья, чтобы обойти зебру. Выиграла не та фирма, тендер отменил. Выиграла, мы понимаем, что такое выиграла. Правильно, поэтому не надо спихивать на фирму. То есть, был заказ на деревянный домик, под это провели тендер. То есть, ты хочешь украсть, укради. На это все уже в этой стране закрыли глаза, никто по этому поводу не переживает. Извини, можно было построить бетонное, нормальное сооружение, как положено, по нормам. Но по нормам можно было на самом деле делать деревянный домик, но не двухэтажный, а одноэтажный. А нельзя было, потому что сейсмика. Вы говорите про пожарные нормы. Есть нормы сейсмики. И, соответственно, в Одесской области, это сейсмоопасная зона, запрещено строительство зданий. Иначе, как на сваях. Точка. По поводу некоторых уже реакций, вот со стороны Елены Буйневича, ушла в отставку. Это, по-вашему, что? Такое понимание трагедии, понимание своей ответственности? Или, возможно, желание уйти от ответственности? Нет, ну, уйти от ответственности уже не работает. Уже все совершено и за одним числом. Я ее не знаю. Они говорят, какой приличный человек. И, может быть, это просто поступок нормального человека. Не знаю, чем это связано. А, по-вашему, так должно было произойти? Вот люди в здоровом, скажем так, городе, в здоровом государстве, так должны были поступить все руководящие звенья? Нет. В здоровом государстве мэр бы уже сидел в тюрьме. Вот про те, кто уже сидит в тюрьме, речь идет о руководителе лагеря. Мы обсуждали девочку, да, эту воспитательницу, которая была почему-то ответственна за пожарную безопасность. Но есть еще и директор лагеря, который, вероятно, должен нести действительно ответственность. Ну, смотрите. Он знал о том, что там не все исправно. Давайте начнем с ответственности тех, кто его туда назначил директором при его хвосте уголовных дел. То есть у него в интернате там было уголовное дело вот недавно по ситуации, когда воспитанники избили воспитателя. Вот. Все нормально, уголовное дело было, но тем не менее, его спокойно назначали директором лагеря. То есть кому он там был нужен в принципе? Вот в этом на самом деле вопрос. А стрелочников, может быть, сколько угодно стрелочников. Все же понимают, что если директору лагеря дали этот бревенчатый домик, то он его будет эксплуатировать и не пискнет? Итак, реакция сейчас правоохранительных органов. И мы уже об этом говорим не раз. Еще будем говорить об этом обязательно. К делу присоединились киевские исследователи. Как-то дело будет ускорено, либо будет оно более как-то непривзято расследовано? Нет, смотрите. Если бы кто-то хотел расследовать, то расследование там занимало бы два дня. И можно было просто поднять ввод здания в эксплуатацию и посадить всех, чьи подписи там есть. Архитектурный надзор, технический надзор проектанта, инвестиционная экспертиза заказчика, который регистрировал декларацию. Вот и все. Посадить надо было всех, и это занимало бы два дня. Просто посмотреть, два часа, посмотреть, чьи подписи это там. Потому что настолько, насколько эта стройка незаконна, это, очевидно, уборщицы в ГАСКе. И только этот вице-премьер, который сюда приехал и начал смешить народ, рассказывая, что не хочет ли мэр отстранить начальника городского ГАСКа. Да что ты мне ерунду несешь? Принимал его не городской ГАСК, а государственная. Ну, такая вот ахинея. Поэтому нет. Судя по тому, что они присылают сюда каких-то следователей, они это все направили уже по долгому кругу, договорившись, рассчитавшись. Это же золото дно. Представьте себе, какие деньги сейчас мэрия готова заплатить в МВД и Генпрокуратуре за то, чтобы это дело похоронить. Кто-то этих денег откажется. А вот что касается, кстати, МВД, позиция Леонида Штекеля, журналиста, о том, что, собственно, МВД, как структура в этом и виновата, потому что произошло разделение, вследствие которого пожарные теперь подчиняются, ну, в структуре МВД находятся. То есть, ну, условно говоря, виноват Аваков. Не Геннадий Труханов, который, как сказать, за все виноват в городе, а вот вообще человек, который к Одессе никакого отношения не почти. Ну, вы хотите, чтобы я комментировал мнение журналистов? А что-то такого, это выше, выше вашего достоинства? Да. Ну, я прям прокомментирую. Смотрите, то есть, я прокомментирую не мнение журналистов, журналист правее иметь самое абсурдное мнение, а эту позицию. Да нет, пожарные тут ни при чем. То, что у пожарных бардак, это все знают. Но есть такая норма юридическая, что никто не может быть осужден за преступления, которые совершают все. То есть, если все ходят на красный свет, то ты не можешь найти одну старушку и ее штрафовать. То есть, также, если все знают, что пожарных лишили полномочий по проверкам, пожарных лишили прямых полномочий по закрытию предприятий в связи с нарушением пожарной безопасности. Да, они обязаны были идти через прокуратуру, и это состав халатности, но не более того. Вот, при чем здесь пожарная? Пожарный, если бы он даже приехал на три минуты раньше, ничего бы не изменилось. Это здание, оно явно не было пропитано, и даже если бы оно было пропитано, тоже бы ничего не изменилось, потому что они, зуб можно дать, они использовали самую дешевую пропитку, которая срок годности три года. Ну да, там как таковой и не было этой пропитки. То есть, пожарные приехали бы на три минуты раньше, что бы изменилось? Они бы нашли пожарный водоем, они бы успели потушить. И еще в самой структуре о работе, не в конкретном случае, что там пожарные сработали на локации плохо, в этом нареканий никаких нет. Послушайте, обложитесь мешками с порохом, и потом предъявляйте претензии к пожарным. Отправьте детей в спичечную коробку, и потом говорите, что пожарные виноваты. В чем пожарные виноваты? Есть нормы, которые абсолютно запрещают такое строительство. И есть люди, которые подписали вот эту братскую могилу в эксплуатацию. Туда приходили пожарные ГСЧС Одесской области и проводили проверки на этих объектах, которых не должно быть. И вы говорите, пожарные ни при чем. Они что, проверяли какое-то пустое место? Пожарные ни при чем. Ответственность пожарных 25 в этом вопросе. Допустим. То есть, если взять ответственность мэрской команды за 100%, то ответственность ГАСКО будет 80%, и процентов 10 будет ответственность пожарных. Все-таки она есть. Что в этом всем и как себя чувствовать, идентифицировать родителей пострадавших, погибших детей и нас с вами в том числе? Что? Простите. Что родителям вот в данной ситуации делать? Вы видите и слышите, что происходит сегодня. В такой ситуации родителям, ну кто может давать советы? Слушайте, люди оказались в такой ситуации, что не трогайте этих людей. Не трогайте вашу позицию. Окей. И еще вопрос к вам. Люди говорят, вы смеетесь, как можно вы чайник отзываться? Ну, мы это видим, на самом деле, на каждом углу. Не нужно их трогать. Согласна. И еще вопрос по поводу какого-то механизма, возможного или невозможного, возможно, действительно очень сложно воплотить, как можно реально абсолютно, учитывая то, что государству доверять довольно сложно, родителям мониторить, куда ходят дети, понимать, есть ли в этом здании какие-то проверки, проводятся ли они вообще. Реально ли это как? Очень легко. Ни в каком не проводятся. Да. Практически ни в одной школе нет пожарного резервуара. Ну, и детские сады туда же. Да, детские сады туда же. Поэтому, если вас интересуют пожарные нормы, безопасность, то вообще никуда ходить нельзя. Но если они вас действительно интересуют, то вы в квартире жить не будете, потому что их понастроили в каких-нибудь местах, типа Радужного или Гагаринского плато, куда пожарная машина не подъедет в принципе. Ну, понятно, схватиться за голову и сойти с ума. Ну, по делу, что можно, возможно, действительно в руках общества есть какая-то сила, объединившись, можем что-то сделать. Давайте подумаем, что как. Да, конечно, конечно. То есть с ума все-таки? Нет, что вы, что вы, что вы. Помните, в 2013 году вышли, собрали, закидали бутылками из горючей смеси, нормально. Ну, я слышу больше иронии. Вы, правда, не видите решения в этом вопросе? Да нет, это практическое решение, на самом деле. То есть вы призываете... Мэрию можно потом отстроить, нормально. Вы призываете жечь мэрию? Нет, я просто считаю это единственным выходом. А что изменится? Ну, правда, что изменится? Смотрите, каждый негодяй должен знать, что его поведение есть предел. И вот это самое главное. То есть то, что Януковича поменяли на еще худшего Порошенко, да, поменяли. Но, с другой стороны, негодяй услышал, что есть предел. Вот это самое главное. В этом есть власть толпы. Ваши прогнозы, что дальше будет с этим делом? Ой, ни с чего вообще, я вас уверяю, что будет. Ну, максимум могут договориться, дать условный срок какому-нибудь начальнику УКСа, ну и все. Там такие деньги на кону. Но кто это будет трогать? То есть представляете, сколько по этому делу, если они 70 миллионов сбросили на это деревянное дымишко, и если они 11 миллионов сбросили на сигнализацию, которая, ну, красная цена 1600. Вот, то, представляете, в общем-то, сколько они могут заплатить в Генпрокуратуре, в МВД, в администрации президента? То есть речь идет о миллионах долларов. Конечно, все возьмут и не поморщатся. Ну, поморщатся, похлопают по плечу, скажут, ты так больше не делай, да, потому что мы второй раз уже просто не сможем за это взять деньги. Скажите, а насколько велика вероятность всем заинтересованным в данной ситуации сделать все, чтобы Геннадий Труханов принимал решение волевое, там, уйти, например, в отставку? Ну, давайте без радикальных каких-то вещей, типа посадят, спалим мэрию и прочее. Ну, мэру не дадут старшие товарищи уйти в отставку. То есть это невозможно, это нереально? Это не решение. А что касается рейтинга высоких Геннадия Труханова? Это не решение, которое принимает мэр уйти в отставку. Это не он принимает. А люди, когда голосуют, кто принимает решение? Люди ведь, да, и мы понимаем, что рейтинг у Труханова на самом деле очень высокий. Нет, голосуют не люди. Голосуют потребители бигбордов. Мы им поставили бигборды, раздали немножко консервов, и они проголосовали. Ну, назвать это человеком, ну, можно, но это такое с большой натяжкой. Человекообразное, там, Австралопитек. Все, кто голосовали за Геннадия Труханова, Австралопитек? Нет, смотрите, в 2014 году это был разумный выбор, Труханов или Гуровец. В 2015 году Труханову повезло, что появился придурок-боровик и, в общем, выбор между Трухановым и откровенным придурком. Ну, человеку реально повезет по жизни. То есть, действительно, вот что они делают, бывают фартовые люди, ему реально все довезет. Может быть, он и был бы хорошим мэром, не знаю. Учитывая, что, в общем-то, у вас тоже были, возможно, остаются мэрские амбиции, вы были бы хорошим мэром? Слушайте, полно людей были бы хорошими мэрами. Вы исключаете вот такую ситуацию, если бы вы были мэром, вот аналогично с пожарами? Слушайте, это невозможно. То есть, реально, есть вещи просто тупо невозможные. Ну, то есть, никому из предыдущих мэров это не приходило в голову. То есть, это... И вам бы не пришло? Ну, слушайте, нет, конечно. То есть, такие вещи нет. И в этом же проблема. То есть, воруют многие. А вот все-таки надо хоть немножко смотреть, что ты делаешь. Спасибо вам, Вадим. Да, спасибо. Вадим Черный, бизнесмен, был у нас в гостях. Перевываемся на небольшую паузу и продолжим. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова